Тэндипендент, Великобритания Трамп предположил, что США должны относиться к Германии как к врагу из-за Второй мировой войны Джон Беннетт Тэндипендент, Великобритания 31 марта 2020 года Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты должны относиться к Германии скорее как к врагу, потому что она была противницей Америки во Второй мировой войне И снова выступил за сближение с Россией Если господин Трамп превратит это непродуманное замечание в основу политического курса США Он может кардинально изменить сложившийся после Второй мировой глобальный политический расклад В рамках которого западные державы старались привлечь к себе Германию и бороться с Москвой, противостоя распространению коммунизма Однако так как в Конгрессе, и особенно в контролируемом республиканцами Сенате, незаметно недовольство Америкой на Германским Союзом Этот план столкнется с серьезным сопротивлением, в том числе в партии самого господина Трампа Господин Трамп в очередном своем телефонном словоизвержении в эфире программы «Фуксамперсант Фриенс» сказал примечательные вещи о Германии и России, а также о том, как Соединенным Штатам следует к ним относиться Заявил он это, отвечая на вопрос о том, что они с российским президентом Владимиром Путиным будут обсуждать в ходе планируемого телефонного разговора в понедельник утром Американский лидер повторил свою давнюю мысль о том, что было бы хорошо, если бы отношения между Вашингтоном и Москвой были теплее Отметив, что он говорил об этом, еще когда был кандидатом в президенты Впрочем, спустя пять лет, противники времен Холодной войны остаются соперниками на мировой арене Они тоже сражались во Второй мировой Они потеряли 50 миллионов человек, заявил господин Трамп и Россия, в то время Советском Союзе Германия была врагом, а теперь Германия как бы замечательная, добавил он, с намеком на то, что эта ставшая демократическая европейская страна не кажется ему такой уж замечательной Впрочем, он в своем обычном стиле сразу же дистанцировался от собственных слов, упомянув о своем немецком происхождении То есть это, конечно, отлично, заявил господин Трамп о гермо-американских связях, это у меня в крови Президент США неоднократно выражал недовольство канцлером Германии Ангелой Меркель У нее были хорошие отношения с президентом Бараком Обамой, и она не всегда следует требованиям и советам господина Трампа Например, в 2018 году Гэжа Меркель призвала НАТО ужесточить позицию в отношении России Ее партия, Христианско-демократический союз, обычно предлагает сравнительно жесткую политику для взаимодействия с правительством господина Путина Мэтти Нелес, сотрудник независимого аналитического центра Атлантический совет, Атлантич Чаунчил, писал об обычном немецком стремлении сохранять с Россией хорошие отношения По данным сайтов чемтради и традинги чономичс.чон Германия импортирует из России энергопродукты на сумму 22 миллиарда долларов, а также медь, алюминий, стали и многое другое еще на миллиарды Это делает сотрудничество с Москвой экономически необходимым для Берлина Несмотря на завуалированные призывы господина Трампа к союзникам относиться к Германии скорее как к врагу, чем как другу, господин Нелес отмечает, что распространенная в Германии тенденция стремится к хорошим отношениям с режимом господина Путина В целом соответствует политике Евросоюза на российском направлении и подразумевает критику незаконных действий России введения санкций при одновременном развитии торговли, культурного взаимодействия и сотрудничества в рамках гражданского общества Бывшая высокопоставленная сотрудница Госдепартамента Хизер Канли, Леотер Чанлей, теперь работающая в Независимом Центре Стратегических и Международных Исследований Недавно назвала подход господина Трампа к внешней политике в период коронавируса слишком личностным, обвинительным и погубным Подчеркнув, что он будет иметь огромные последствия для мирового лидерства Америки и для наших друзей и партнеров Вот, скажем, кому-то не нравится Ангела Меркель И эта личностная динамика, к сожалению, становится новой нормой, заявила она журналистам И это полностью выхолощивает институциональное отношение, на которое опирается механика взаимодействия в кризис Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ